У нас в гостях кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и культуры речи Луганского государственного университета имени Владимира Даля Иван Александрович Вечеркин. Доброе утро. Доброе утро. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был самым лучшим, в том числе и говорил лучше всех, и был развит лучше всех. Когда же начинать то самое развитие речи у маленького ребенка? Я думаю, что тогда, когда он начинает уже формулировать свои мысли предложениями, не говорит отдельные фразы или слова, а формулирует предложения. Вот в это время следует вмешиваться в это его формулирование мысли, поправлять его, исправлять и наставлять. Подхватить потенциал. Да, наставлять, я имею в виду, объяснять ему, не говорить просто, что вот это правильно, это неправильно, а стараться объяснить, почему. Но все-таки, если для нас, для взрослых, как правильно развивать речевую культуру у ребенка? Возможно, есть какие-то методики правильные, либо же по наитию просто. Каждый ребенок, он продукт собственной семьи, порождение своих родителей, и, конечно же, он будет разговаривать так, как разговаривает в семье. Ну да, конечно. Какова культура речи в семье, насколько она высока, настолько она будет высока и у ребенка. Поэтому родителям следует посоветовать, прежде всего, заняться... Своей культурой. С самим собой, да. Как говорят, воспитывать не на словах, а вот показать, что ты можешь, показать пример. Увидев это, ребенок будет перенимать. Поэтому это, конечно, сложно, хлопотно. Ну, надо заняться, да, сначала родителям самими собой, своей культурой речи, а затем уже это будет лучше всего для ребенка. Ну и второе, это необходимо приобщать ребенка к чтению, заинтересовывать его чтением. И сначала, в раннем возрасте, это могут быть произведения, это сказки, лучше всего сказки, если младший школьный возраст. Но сказки не народные, а скорее литературные. В народных сказках, в фольклорных язык специфический, устаревший. А литературные сказки, авторские, они более приближены к современному русскому языку. Например, сказки Пушкина, Чуковского, Островский, Снегурочка, другие авторские сказки, их достаточно много. Уже в среднем возрасте, в среднем школьном возрасте можно подбирать тоже сказочную литературу, но посложнее сюжетно. Там могут быть сказочные повести, там более разветвленная цепь персонажей. Они более объемные, но все равно такой динамический, приключенческий сюжет, чтобы сохранялся. Например, хорошо, интересно было бы почитать ребенку, я думаю, цикл повести Иносова о Незнайке. Это может быть повесть Лагина Стариха Табыч или Волкова «Волшебник изумрудного города» и подобные. В старшем школьном возрасте также литература, пусть будет приключенческая, например, фантастика или вообще приключенческая литература, но уже которая учила бы чему-то хорошему, доброму. Вечному. Робинзон Круза. Робинзон Круза, Дефо. Или вот романы Дюма о трех мушкетерах, которые учат дружбе, взаимовыручке, чести и так далее. Многим хорошим качествам. И вот в зрелом возрасте уже можно немножко добавлять русскую классику, начинать. Лучше всего сначала прозу малых жанров, Чехова, скажем, Булгакова, и затем уже переходить на прозу покрупнее, на романистику Достоевского, Толстого и так далее. То есть изначально вот сразу лучше не стоит человека погружать в что-то такое очень серьезное? Надо подготовить почву. Если погрузить в очень серьезное, скорее всего, наоборот, не интерес и не любое чтение у него возникнет. Пропадет какое-либо желание вообще. Да, восприятие чтения как нечто неприятное, но необходимое. В школе особенно, в уроке. Ну да. Большие серьезные романы, невозможно их понять в раннем возрасте, в среднем даже, в школьном, и некоторые в старшем. Поэтому постепенно, начиная с таких сазов, да, каких-то динамичных, остросюжетных форм литературных, небольших, надо прививать любую к чтению. А это все принесет и культуре речи со временем. Особенно русская классика, ну или мировая классика, но в хорошем переводе. Часто, опять-таки, возвращаясь к теме детей, бывает так, что ребенок знает достаточное количество слов, но при этом он не всегда понимает, что какое слово означает. Словарная запаска увеличивается, но при этом он как бы, ну, с малым эффектом, скажем так. Как сделать так, чтобы вот ребенок успевал, в общем-то, понимать, что и о чем он говорит? Ну, опять же, повышение словарного запаса связано с чтением. Если, ну, и роль родителей здесь важна. Если ребенок говорит, неправильно употребляет какое-то слово, словосочетание, необходимо вмешиваться. И желательно, я уже об этом говорил, не только говорить как правильно, но и пытаться объяснить почему. Например, рассказывая происхождение слов, приводя какие-то примеры еще из, там, стилисти, по стилистическим нормам, по лексическим. Ну, это сложно сделать, конечно, родителям, поэтому, если они не филологи. Поэтому, ну, вырабатывать у ребенка любовь к чтению. Опять же, когда ребенок читает книгу и встречает незнакомое слово, то часто можно понять значение его из контекста предложения. Вот таким образом он сам познает новые слова. Либо, может быть, сноска внизу страницы, и он прочитает и узнает. Ну, а если все-таки не удается быстро понять значение слова, то надо пользоваться словарями. Не всегда могут быть большие эти печатные тома под рукой словарей. Но в интернете есть сейчас достаточно много и словарей, и авторитетных сайтов, где можно посмотреть значение слова и таким образом повышать свой словарный запас. Нас не может не беспокоить то, что дети используют в своей речи ненормативную лексику, также используют слова-паразиты и такие англицизмы, так называемые. Как научить детей любить родную речь и объяснить им значение языка в развитии собственного какого-то мира в обществе? Значение языка можно объяснить, и ведется эта работа в школе на уроках. Значение языка и в роли общества, и в роли отдельной личности, национального родного языка. И в университете, конечно, проводится на занятиях такая работа. Хотя, следует отметить, в последнее время происходит не совсем понятная тенденция по сокращению часов, отведенных на аудиторные занятия по русскому языку в университете, в университетах. Но основное, да, можно, конечно же, значение, огромное значение показать национального языка в роли развития общества, развития личности, можно, конечно же, показать на различных мероприятиях, которые проводятся и которые следует проводить. В мероприятиях, приуроченных к тем или иным знаменательным датам в развитии русского языка, посвященных его самым ярким носителям, русским писателям, почувствовать читателю ту полноводность, многоголосие, мощность этой стихии под названием «Русский язык». Что ж, большое спасибо вам за беседу и за ваши советы. А нашим телезрителям мы напоминаем, что в гостях у нас был Иван Александрович Вечеркин. Хорошего вам дня. Утро в Донбассе в эфире. Оставайтесь на Луганск-24.